всех приветствую сегодня я покажу как подключить двухклавичный выключатель с розеткой четырем проводам в данном случае здесь без заземления то есть это способ пригодится тому кто хочет подключить двухклавичный выключатель с розеткой в старых домах то есть домах советской постройки итак подключение будем проводить при снятом напряжении то есть без контрольной лампы которые я показывал раньше потому что используя контрольные лампы как некоторые пишут это запрещено тем более под током все-таки это некоторая опасность ну предлагаю для таких иной способ соответственно определение четырех проводов какой именно куда идет не используя всякие провода длинные прозванивая это вот допустим с этим то есть чисто используя так называемый метод обратной прозвонки и так что нам понадобится две лампы накаливания желательно разной мощности ну я взял 100 ватт и 40 ватт для определения левой группы ламп и правой группы ламп мультиметр вот такой можно и другой дальше ну сам двухклавичный выключатель так для начала убедимся мы что напряжение у нас отсутствует если вы уверены то тогда соответственно можете пропустить этот шаг вот так вот вызванивать тут нет ничего нет ничего тут нет ничего так тут нет ничего можете также если кто знает можете один пол зажать в руках при переменном напряжении вот так вот как некоторые пользуются и поочередно просто по так если напряжение показа значит у нас напряжение здесь нет итак мы убедились теперь у нас стоят две светодиуны лампы и мы временно ставим лампа накаливания для начала мы должны измерить сопротивление лампа накаливания делается так ставим диапазон 200 он вот он берем сопротивление одной лампы так 105 ом 104 ома дальше измеряем сопротивление лампы потом измеряем сопротивление второй лампы это 100 ватт на 40 ватт к бывает до этого так здесь как вам контакт плохой тогда что такое так здесь 38 ом где-то так 38 ом ну 38 103 и 38 то есть 38 и 100 ватт к 103 это у нас соответственно 40 ватт к теперь вкручиваем я 100 ватт к вкручу в левую группу то есть вместо hl1 вот так а вправо я сороковку возьму группу так так обязательно отключите все приборы идущие на линии если у вас лампы их не выворачивать не надо достаточно просто выключить выключателем это для того чтобы определить корректно вот это фазной провод и так коротко метод основывается том что лампа имеет сопротивление это у нас 38 ум это у нас 103 ума то есть и вызвание надо найти соответственно вызвание провода именно сопротивление этой лампы и сопротивление вот этой лампы для этого мы начинаем мерить перпапаж провода так тут ничего нет вот здесь есть так 103 ома 103 ома это у нас сороковка то есть эти два провода подключены соответственно правой группе лампы hl2 дальше смотрим перебираем здесь 144 ома 144 ома это у нас получается этот и этот имеет к первому и третьему проводу то есть это сумма сумма вот этого и вот этого последовательства вот первый третий провод давайте еще раз проверим так и найти нам надо второй провод общий который который нулевой так вот эти про к концы какой-то идет как сюда какой-то сюда то есть эти два конца идут на лампы потому что у нас сумма от сопротивления сейчас мы определим именно где 38 пока где-то 38 40 то может быть это значит сюда получается вот этот общий получается а это у нас соответственно нас нас с ним вообще ничего не звонится это получается фазной верхний получается фазной как видите так в общем определили вот это похоже общий получается вот этот общий с ним всем которого ничего не звонится либо сопротивление отличается от лампочек и суммы это значит вот этот провод 4 в общем понятно это у нас соответственно получается общий общий вот так 109 103 ома это получается идет сюда на эту лампу сороковку а вот этот получается у нас 41 он получается вот сюда вот этот так налево вот этот пол потому что тут сотка стоит а ее сопротивление 40 он 38 40 он это у нас получается 0 по схеме общий а вот тут у сопротивление видите 144 он это сопротивление от склад с этим то есть получается итак запомнили теперь клавиши выключатель должны быть отжаты получается это мы подключаем к левой клавиши вот это тут так дальше это получаем правой клавиши включаем вот так вот 0 вот этот идет отдельно сейчас я отключу так вот отдельно включаем его соответственно отдельно и закручиваем соответственно нашу провод вот он так теперь сюда надо нам поставить вместе с перемычкой вот тут перемычка вот тут вот этот джамп у меня стоит на нее к общей клемме выключателя вот сюда идет мы подключим в провод который у нас не звонится с этими вот стальными либо у нее сопротивление отличается ну напоминая при условии если мы прибор отключили все которые идут на этой линии то есть будет сопротивление очень большое придаст фазной включается вот сюда где перемычка соответственно идет вот сюда вот так и закручиваем так все соединение мы закончили и и давайте сейчас так клемма не должны звонится то есть они даже даже не должны быть замкнуты я расскажу почему это сделать при включении так все мы это сделали соответственно часа закручу так не поленитесь позвоните так очень я таким образом сделал вот так это стенд ладно все все в общем так сделали теперь не включая клавиши то есть не нажимая на клавишу но это все понятно это туда вы спрячете подаем питание сейчас так подаем питание клавиша не должен замкнут быть точно не должны быть сейчас не замкнуте положение и так подаем и питание это у нас засветились клавиши это хорошо сейчас самое главное сейчас мы сначала должны проверить розетку почему потому что если вы неправильно соедините розетка не будет работать чтобы избежать всевозможного бабах вот давайте сейчас вот я возьму утюг вот так вот и подключу соответственно сеть так смотрим индикатор горит вот видно горит сейчас посмотрим греется греется да все все фаза 0 подключена у нас по крайней на розетке то есть эти провода подключены у нас действительно это к линиям они к нулю случайно если к нулю будет это будет бабах все утюг греется сильно греется все значит определили все теперь можно смело включать клавишу правильно левая и правая все подключили мы все правильно все спирата ну теперь мы меняем наши лампы накаливания меняем соответственно на бывшие светодиодные все ну или можете оставлять кому как подключение сделано правильно все теперь пожалуйста это 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 тоже розетка работает так ну в общем короче говоря давайте сейчас я немножко расскажу подробнее так когда вы вкручиваете лампы накаливания соответственно нам надо определить сначала провода который идет кошель 1 и кошель 2 а и когда вы найдете два провода которого у нас у допустим вот 38 он звонил а 40 он звонил асет у нас hl-1 который 100 ватт на лампы накаливали включили когда соответственно и другое соответственно у нас 103 ома было мы 40 ватт включили ну можете другую почему разные мощи я советую для того чтобы правильно что левая клавишек включает левую лампочку правая правая лампочка можно конечно одинако но вы можете перепутать итак 1 3 провода сопротивление покажет сопротивление суммарно hl-1 плюс hl-2 то есть ламп на камеру 154 ом по-моему показывала суммарно в общем ну в общем да а вместе с общем то есть нулевым здесь она покажет именно сопротивление между первым и вторым это у нас в данном случае 40 ом показал а между вторым и третьим показал соответственно 103 ом показал ну и суммарно соответственно у нас 100 150 ом там не помню ну короче все запомните то есть между первым и третьим сопротивление должно быть больше чем между вторым и первым и третьим и вторым запомните не перепутать и ноль с одном из и не иначе при включении соответственно выключатель у вас шарахнет потом когда вы соединили соответственно клавиши выключателя они должны быть отжаты когда вы подадите напряжение для того чтобы правильно соединили или чё запомните первую очередь вы проверяете розетку подключаете мощный прибор ну утюг там или можете ну муж контрольную лампочку подключить правильно он должен быть работать правильно розетка должна быть работать мало мощный прибор не рекомендую потому что может это ошибка потом только нажимаете на выключатель если у вас прибор работает мощность соответственно на розетке значит гарантия есть что вы соединили правильно так если у вас при включении выключателя лампа не светится ну если соединение все есть то тогда соответственно вы перепутали соответственно провода идущих розетки вот то есть получается вам просто надо перекинуть вот эти вот провода которые идут к розетке который перемычки идет очень да но если розетка работает разумеется имеется ввиду розетка должна бы в этом случае работать если не включается лампы самое главное чтобы исчезать избежать бабаха обязательно розетка должна работать только потом включайте это тогда это безопасно ну в общем у меня все я показал простейший способ определения подключения соответственно клавишно выключать с розеткой используя прибор не используя контрольной лампы и используем 2 2 лампы накаливания вот и все элементарно простой способ не надо никаких тянуть там провода он там вызвали патроны все это и без разумеется подключение это с отсутствием напряжения кому-то может это пригодится если кто боится работать контрольной лампой следующий ролик я сниму соответственно с трехкланишного выключателя с одноклавишным выключателя такой метод не пройдет поскольку здесь ноль и провод идущий на линии вы можете перепутать и может бабах будет поэтому такой способ с одноклавишным выключателем к сожалению не годится сразу скажу либо какие-то надо принимать дополнительные операции ну в общем у меня все всем всего доброго ждите новых видео и никогда не ошибайтесь до встречи